Всем большое привет, друзья! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Друзья, мы находимся на краю России. Это Камчатка, Петропавловск-Камчатский. У меня с одной стороны океан, с другой стороны вулканы, а это новинка Huawei Mate 60 Pro. Спустя несколько дней продаж я достал для вас этот смартфон. О, как же мне хотелось этим смартфоном попользоваться, посмотреть, что он может, и, конечно же, посмотреть, насколько интересно работает камера в сравнении, особенно с предыдущим смартфоном. Потому что вы помните, Mate 50 Pro стал номером один по версии DXO Max в прошлом году, это раз. Во-вторых, он стал номером один по версии слепого голосования, которое проходило у меня. То есть люди выбирают фотографии этого смартфона, даже не знают, что они сделаны с него. Ни Pixel, ни iPhone, ни Samsung, Mate 50. Ну, поэтому, конечно же, хотелось посмотреть на продолжение. В общем, друзья, сегодня смотрим обзор на Huawei Mate 60 Pro. Я так понимаю, что это первый обзор в России. Каким образом он оказался у меня буквально уже через пару дней продаж. Расскажу вам это видео. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Ну что, друзья, самое первое, конечно же, я хочу попросить, чтобы вы поставили лайк этому видео. Потому что я для вас постарался, чтобы вы, зрители канала Честный Блог, самыми первыми посмотрели обзор на Huawei Mate 60 Pro. Поставьте, пожалуйста, лайк, это дает возможность каналу продвигаться вперед, расширять аудиторию. Ну, для меня, вы понимаете, это очень-очень важно. Также, конечно же, говорю огромное спасибо моему партнеру Василию, который помог мне достать этот смартфон и так быстро вам о нем рассказать. Василию большое спасибо, его телеграм-каналу Пекин Близко тоже большое спасибо. Если вам нужно достать гаджеты из Китая, welcome. Если вы следили за тем, что происходит с Mate 60 Pro, то вы знаете, первое, самое важное, это то, что без какой-либо презентации, без каких-либо вообще громких анонсов, просто раз и выкатили Huawei Mate 60 Pro. Это первое. Второе, он продается исключительно в Китае. Будет ли он продаваться в России? Скорее всего, будет продаваться. Если вспоминать Huawei Mate 50 Pro, который продавался в прошлом году, собственно, он сейчас продается, цена на него была хорошая. 60, по-моему, 69 тысяч рублей в официальной рознице в России за, как бы, лучший камерафон. По-моему, это очень хорошо. Да нет Google сервиса, понятное дело, но в остальном прямо очень круто. Третий момент, который многих заинтересовал, это, конечно же, то, что у него стоит старый процессор. И именно старый процессор, это процессор 2001 года Kirin 9000S. Соответственно, он по производительности очень сильно проигрывает всем остальным флагманам этого года. И прошлогодним флагманам тоже. То есть, это, конечно же, вопрос. Но давайте все-таки начнем с внешности. И первое, на что я обратил внимание, это то, что он перестал быть таким скошенным, каким был предыдущий Mate. То есть, грани у него стали более плоскими. Это тенденция всех современных флагманов. Galaxy S23 Ultra стал более плоским. Xiaomi 13 Ultra стал более плоским. И Mate 60 Pro стал тоже более плоским. При этом, в руке он лежит очень хорошо. Хотя, у него большой экран 6,82 дюйма. Это диагональ дисплея, которая больше, чем все среднестатистические флагманы. Это больше даже, чем в Galaxy S23 Ultra. Смартфон достаточно увесистый. 225 граммов веса. И толщина у него 81 миллиметр. Но за счет того, что у него скругленные грани, в руке лежит очень комфортно. Рамки по бокам не рекордно узкие, но вполне себе выглядят хорошо. И они симметричны, да? Многие Android смартфоны долгое время стремились к этой симметрии. И еще одна симметрия у нас появилась. Это три отверстия под фронтальные камеры. Точнее так. Одна камера это основная камера фронтальная. А также датчики Face ID. Для того, чтобы вы могли разблокировать лицом. Ночь, днем, как угодно. Собственно, технология как в айфоне. Я могу сказать, что это выглядит, честно говоря, немножечко забавно. И, конечно же, изначально это выглядит странно. Но еще, конечно же, забавно, что есть опция, когда ты эти три отверстия можешь превратить в единый динамический остров. Только это не динамический остров, а просто. Просто такой черный остров. Ровно такой же, считайте, как на айфоне. Только не двигающийся. Я бы сказал так. Компания Huawei тогда могла бы уже и обыграть эту историю. Realme делают там в своих бюджетных смартфонах вот этот тип и динамический остров. Он, конечно же, работает только в одном сценарии. Когда вы подключаете зарядку, Huawei, ну, раз они уж вписались в эту историю, ну, могли бы тогда расширить и сделать, чтобы было прикольно. А сейчас просто не очень понятная пародия на айфон, но такая незаконченная. Что касается экрана, это классный OLED-экран. LTPO, соответственно, может менять частоту от 1 до 120 в зависимости от того, какой контент вы используете. Отображение 1 миллиарда цветов. Естественно, 120 Гц. Частота тача 300 Гц, соответственно, достаточно быстро реагирует на нажатие. И еще 1440 Гц. Это ШИМ, соответственно, он бережлив к вашим глазам. И еще он такой, знаете, чуть-чуть выпуклый. Он мне напомнил Honor Magic 5 Pro. Там тоже экран такой немножечко выпуклый, 2,5D стекло. Экран имеет хороший запас яркости. Прям сейчас я на закате все отлично вижу. Что касается ШИМ, ну, смотрите, на максимальной яркости он в районе 30. Не самый маленький. На 50% он также в районе 30. Ну, а на минимуме он в районе 4%. То есть этот смартфон, на самом деле, нельзя назвать сильно прямо нешимным. Понятное дело, что это не Samsung, но это не самый нешимный экран. Здесь у нас установлена новая операционная система, которая называется Harmony OS версия 4.0. Я, правда, вы знаете, особо отличий, на самом деле, и не заметил, чтобы прямо можно было сказать, что вот она стала лучше в этом, в этом и в этом. Нет, все на самом деле примерно то же самое. Здесь 13-й Android, у нас есть возможность делать большие папки, есть какие-то изменения по менюшкам, но больше каких-то новостей на самом деле нет. Я думаю, может быть, сделать какое-то видео отдельно по поводу Harmony OS 4.0 и именно вот посмотреть, покопаться, что интересного там в плане настроек. Потому что, конечно же, нововведения есть, но они не очень очевидны. Ну, вот, например, есть странное нововведение. Раньше ты мог зайти и поменять сетку экрана. То есть у тебя было 4 столбца, 5 столбцов. Это обычно так описалось. 4 на 6, 5 на 6 и так далее. А теперь это называется немножко по-другому. Если мы заходим в настройки рабочего экрана, здесь есть параметр вид. И у нас есть стандартный вид по умолчанию и есть компактный. И вот компактный, это как раз когда у нас большее количество приложений помещается. То есть сетка более насыщенная, да, у нас получается 5 столбцов. Но зачем так мудренно сделано, я не понимаю. И вот такие вот нововведения есть, но они очень незначительные. Гораздо больше, конечно же, вопросов к производительности. Потому что, с одной стороны, когда ты начинаешь пользоваться этим смартфоном, ты чувствуешь традиционное Huawei-бское отношение к операционной системе очень плавно. Очень классно отрабатывается анимация, никаких подлагиваний, никаких задержек, ничего. Ты на самом деле получаешь удовольствие. Ну, короче, что, берешь флагманские смартфоны и им пользуешься. Но когда ты запускаешь Antutu, тебе, честно говоря, хватает легкий ужас. Потому что даже 700 тысяч баллов не набирает этот телефон. 650 тысяч баллов, 36 градусов нагрева, минус 4% аккумулятора. Ничего себе! Второй вариант. 651 тысяча баллов, 39 градусов нагрева и минус 5% аккумулятора. Это с учетом того, что здесь GPU посчитала. Потому что в предыдущих тестах, которые я раньше смотрел, там в GPU было написано 0. Здесь есть результаты, они очень странные. Просто супер странные. Я так подозреваю, что все-таки не все Antutu сейчас нормально работают с вот этим процессором Kirin 9000S. Но что мы самое главное должны понимать? Все-таки здесь далеко не топовая производительность. То есть у флагманов 2023 года полтора миллиона баллов. Это среднестатистический результат в Antutu в девятой и в десятой версии. Здесь 650-700. В общем, точно можно сказать, что это не игровой смартфон. Ну, точнее так, все игры он, конечно же, будет тянуть, кроме Genshin Impact. Но игровым назвать его, естественно, нельзя. Сама система работает плавно, вопросов никаких нету. И в ежедневном использовании все хорошо. И в плане, например, камеры, если мы начинаем очень быстро фотографировать, то тоже особо никаких задержек нет. То есть ты берешь, быстро-быстро-быстро щелкаешь. Это не знаете, не как в пиксель. Там взял пять фотографий, потом начинает думать, обрабатывать. И у тебя прямо задержка в три секунды до следующей фотографии. Нет, здесь все хорошо. То есть система работает отлично. Все работает хорошо. Но количество баллов просто минимальное. Минимальное для флагмана. И с учетом того, что этот смартфон стоит в районе 900 долларов, ну, как бы возникают, конечно же, вопросы. Я думаю, что, конечно же, пройдет, знаете, какое-то время. И все-таки произойдет какая-то адаптация. Может быть, что-то изменится. Но уверен, что кардинальных изменений не будет. Следующий момент касается дополнительных способов связи. И они не самый топовый, потому что здесь Bluetooth 5.2, а не 5.3. Здесь Wi-Fi 6, а не 6E и не 7. Здесь есть влагозащита IP68. Снизу у нас USB Type-C версии 3.1. И также есть дисплейпорт. И вы можете подключить этот телефон к экрану монитора или телевизора. Но зато, в отличие от большинства флагманов, здесь у нас есть инфракрасный порт сверху. Это хорошо. И, конечно же, есть NFC. Соответственно, карточку можно будет прикрутить и бесконтактно расплачиваться. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, потому что это первый в мире смартфон, у которого есть связь со спутником. То есть вы можете совершать звонки через спутник. Не смс и отправлять, не писать сигналы SOS. Нет, прямо звонить через спутник. То есть мы заходим в настройки, здесь есть спутниковая сеть. Она называется Ти Антонг. Это китайские спутники. Это китайская спутниковая связь. Соответственно, она работает, я так понимаю, на территории Китая. И вам еще нужна специальная сим-карта. Вот, называется спутниковая связь Ти Антонг. Здесь прямо написано, что этой спутниковой связью можно пользоваться, когда у вас не работает обычная сотовая связь. В общем, как раз, если вы оказались где-то на Камчатке, поднялись на какой-нибудь вулкан, у вас нет связи, взяли и соединились. Но, еще раз напомню, территория Китая. Только там это работает. По крайней мере, я это так понимаю. Но зато у нас есть все бенды, седьмой и двадцатый, поэтому без проблем можно этот смартфон использовать на территории России. Что касается вибраций. Мне нравится, как здесь работает вибрация. Она прямо такая вот, как надо. Имеет такой немножко глубокий оттенок. В общем, вибрация хорошая. Единственный момент касается настроек. Потому что, если мы зайдем в режим звуки и вибрация, то касательно вибрации, мы можем ее только либо включить, либо выключить. У нас даже нет возможности поменять силу виброотклика. Это странно, потому что у всех других флагманов такая возможность есть. Что касается аккумулятора. У нас 5000 мАч аккумулятор. Быстрая зарядка 88 Вт. Это, соответственно, смартфон будет заряжаться минут за 30-40. Все здесь очень хорошо. У нас есть 50-ваттная беспроводная зарядка и 20-ваттная реверсивная зарядка. По разблокировке смартфона здесь тоже все хорошо. Во-первых, у нас есть Face ID. Наш личный, собственный. Как, кстати, и в Mate 50. Причем это интересно, что в серии Mate есть Face ID. А в серии P60, P50, там просто обычная фронтальная камера. Так вот, разблокировка происходит хорошо. И сканер, и безотка пальцев тоже работает быстро. Единственное, находится он немножечко низковато. Еще один момент, на который я, конечно же, обратил внимание, это дизайн смартфона. Потому что он очень сильно похож на недорогой смартфон компании Honor под названием X9A. Прямо очень сильно похож. И это супер странно, что флагманский Huawei Mate 60 Pro так сильно похож на совершенно не флагманский смартфон компании Honor. Это вопрос, конечно же, к дизайнерам. Что касается звучания, вопросов у меня никаких нет. Оно уверенное, мощное, с низкими частотами, равноценная серия, нет перекосов вправо и влево. Хорошо. При том, что у нас, на самом деле, звучание с верхней стороны работает не через верхний динамик, а через верхний разговорный динамик. Ну и, наверное, самая главная часть рассказа про Huawei, это, конечно же, камера. Давайте, знаете, смотрите такую штуку. Я, конечно же, хочу этот смартфон протестировать с разными камерами. Ну, во-первых, у меня в руках один из лучших и самых сильных камерафонов, это Oppo Find X6 Pro. И я вам сегодня покажу некоторые сравнения этих двух телефонов, потому что я уже их сделал. Но, конечно же, я думаю, что надо сделать сравнение, например, с моим 50-м. Возможно, надо делать сравнение с Huawei MP60 Pro. А может быть, вы хотите посмотреть сравнение с айфоном? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое сравнение вы хотели бы увидеть, и я тогда займусь именно этим. Ну, а вот так вот у нас снимает видео на фронтальную камеру. Да, опа, не вытягивает, да, не хватает динамического диапазона. Сзади такой большой огненный шар с выцветшим небом. На Huawei получше, да, видите? Не идеально, конечно же, но получше все-таки. Ну, а это уже съемка 4К, 60 кадров в секунду. Более цветная картинка получается на Huawei, такая более зеленоватая какая-то на Oppo. Huawei здесь поближе к правильному цвету. А вот сейчас Huawei немножечко вытягивает картинку, и она становится более светлой, нежели есть на самом деле. Это неплохо, нехорошо, это просто такой момент обработки. По стабилизации, мне кажется, что примерно одинаково смартфоны себя показывают. Еще важно, что Huawei умеет во время 4К, 60 кадров в секунду, переключаться на модули другие. Причем, слава богу, у нас есть кнопочки, при помощи которых ты можешь переключаться на Oppo. Кнопочек нету, поэтому приходится вот так вот ползунком елось туда-сюда, но переключений нет. А здесь можно и на сверхширик, и на основную камеру, и 4Х, ну и 10Х тоже заодно. Короче, круто. Huawei в этом смысле продвинулись, молодцы. Ну а что касается смартфона, значит у нас сзади три камеры, основная на 50 мегапикселей, также в трех с половиной кратное увеличение есть еще сверхширокугольная камера. Основная камера, пока непонятно, что это за сенсор, но есть ощущение, что это 50 мегапиксельная камера, примерно такая же, как была в 50-ке. Соответственно, это, ну, типа AMX 766, либо какой-то вариант на эту тему. Пока непонятно. Понятное дело, что у нас есть диафрагма, которая меняется от 1,4 до 4, имеет 10 разных позиций. Собственно, как и было в прошлом году. Я, кстати, сейчас снимаю, а тут такой красивый закат. Давайте возьмем, сейчас сделаем фотографию на закате. Раз. Фоточка, конечно, получается хорошая, но всегда включена бьютификация. Отключайте на Huawei бьютификацию. А вот что касается видео, то тут вот уже у нас есть такие небольшие засветы. Вы сейчас, соответственно, наблюдаете. Видео, кстати, можно менять по своей ширине. Видите, больше, меньше, уже. Но в любом случае, я могу точно сказать, что фронтальная камера на Huawei была всегда очень сильной. И у Mate 50-го камера фронтальная очень классная. И я вот сейчас показываю вам фотографию на основную камеру. Видите, у нас есть лепесточки. Эти лепесточки получаются как раз из-за того, что у нас может диафрагма открываться и раскрываться. За счет этого у нас получается вот такой красивый эффект. Он есть как на фото, так и на видео. Соответственно, когда лепесточки чуть-чуть приоткрываются, у нас появляется вот такая красивая штучка. Если мы включаем увеличение в 3,5 раза, то у нас уже таких лепестков нету, потому что там у нас нет меняющейся диафрагмы. По ощущениям, первое сравнение с Oppo Find X6 Pro примерно то же самое. Я бы только сказал, что так как на Oppo все-таки основной сенсор он дюймовый, поэтому когда мы просто делаем фотографию, то больше видно размытие, естественное боке. И это хорошая вещь, что она есть на Oppo, и жалко, что ее нету на Huawei. По детализации мне все нравится. Что касается фотографии и портретика с 3-кратным увеличением, с 3,5-кратным увеличением, то тоже примерно одно и то же получается, плюс-минус, соответственно. Ну вот вы сейчас видите пример фотографий, которые я вам показываю. Что касается видео. Видео на самом деле тоже снимается хорошо, 4К, 60 кадров в секунду, но меня один момент, честно говоря, напрягает. Это то, что в процессе съемки видео... В общем, я могу смело сказать, что уровень камеры примерно такой же, как на Huawei Mate 50M Pro. Но, конечно же, нужно более глубокое изучение этой камеры, поэтому я вам и говорю. Во-первых, я, конечно же, сделаю уже более подробный обзор этого смартфона. Это раз. Во-вторых, конечно же, сделаем сравнение с разными телефонами, потому что именно в сравнении мы можем понять, насколько хорошо то или иное. В любом случае, друзья, я начинаю тестировать этот смартфон по полной программе, буду гонять его, но только с производительностью примерно все понятно. В остальном смартфон оставляет очень приятное впечатление. И вот момент с производительностью, он странный. Я надеюсь, что мы все-таки поймем, как это все дело работает. И еще надо понять, какая здесь основная камера. Вот, пока я вам рассказывал, у нас здесь на Камчатке произошел закат. И хорошо, что это не закат ни Huawei, ни моей карьеры. Друзья, большое спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, что вам вместе со мной было приятно окунуться в новый флагман компании Huawei под названием Mate 60 Pro. Ждите новых видео касательно этого смартфона. Ждите других видео на моем канале. Ну и, конечно, соответственно, подписывайтесь. Ну и, конечно, спасибо за просмотр.